Всем привет! Это была неделя, когда Барса и Реал синхронно проиграли по 0-1, а Белл кошмарно вернулся в Тоттенхэм. После его выхода на замену шпоры пропустили от Вестхэма 3 гола за 12 минут. Ну а нашу команду помогали и мешали собирать Наполе, испортивший день рождения Аталанте и Меручуку. Мемфис Де Пай, сделавший хэт-трик из ассистов. Клубы АПЛ, показывающие самую высокую результативность за последние 60 лет. Сумасшедший дуэт из Мюнхена Мюллер-Вандовский с 6 баллами по голу плюс пас в одном матче. И только Пирло не успел нормально начать работу, а уже потерял очки с Кратоны, поссорился с Дейбалой, но продолжает уверять, что Юве возьмет с Кудетто. Уже сегодня Краснодар начнет свой путь в Лиге Чемпионов, а 28 октября Бэки проведут свой первый домашний матч группового этапа Лиги Чемпионов. Причем сразу с лондонским Челси. Из-за пандемии билеты на игру достать почти невозможно, но для вас, зрителей Мяч Продакшн, мы с компанией Ниссан, официальным партнером Лиги Чемпионов UEFA с 2014 года, разыграем билеты на этот поединок. Для участия вам нужно быть подписан на наш канал и с хештегом конкурс написать в комментариях под этим видео кричалку в поддержку Краснодара с упоминанием технологии Ниссан. Например, можете вспомнить систему кругового обзора AVM, которая обрабатывает и собирает на один экран изображение с камер, установленных в разных точках автомобиля, а потому позволяет контролировать не только то, что происходит сзади авто, но и вокруг него. Подробнее узнать о всех технологиях Ниссан вы можете на сайте компании по ссылке в описании. Три автора самых интересных качалок получат приз «Два билета на матч». Только не забудьте указать ссылку для связи на ваши социальные сети. Итоги подведем 24 октября в выпуске «Пяти причин». Удачи! Ну а сборная начнем собирать с вратарей. В этот уикенд было забито очень много голов, причем практически во всех чемпионатах. Так что из достойно сыгравших на ноль можно выделить разве что Эдерсона из Ман-Сити. Но героем недели мы, конечно же, признаем вратаря сборной Украины Георгия Бущана. С Испанией он совершил 8 сэвов, два из которых после убойных моментов, да и на прошлой неделе в игре с немцами, был в огне. Парень сейчас в сумасшедшей форме. Далее у нас оборону. Налево поставим главного обидчика Лацио, латераля Сампдори, Томазо Ауджело. Как же классно он работал своей левой. Отдал точный кросс на Куалиарелло, использовал закидушку с фланга за спину вратарю, чуть не обернувшуюся голом и забил точным ударом из-за штрафной. И все это за первый тайм. Ну настоящий бенефис. Справа было много ярких перформансов. Тот же Флоренцо, новичок ПСЖ, со своим голом и двумя попаданиями в каркас. Или Лоренцо из Наполи, мощно отыгравший в защите. Ну а в команду мы берем Ван Бисаку, который всегда славился надежностью в обороне, но с Ньюкаслом показал себя и в атаке. Много подключался вперед и, забив третий мяч своей команды, убил интригу в матче. Силищего удара было, кстати, страшно. В центре защиты сыграет, о боже, и как давно этого не было, игрок Милана Симон Кьяер. Датчанин провел отличный матч против Интера, который усилиями Лаутару и Лукаку добил весь матч. Но Симон был хорош и в отборах, и в перехватах, и даже с тренточки вынес мяч. Признаюсь, напарниках Яеру было найти не так легко, поэтому мы решились на необычный ход. На выходных состоялась главная шотландская дерби Селти Крэнджерс, где парни Джерарда Победиви сделали большой шаг в титул. Ну а главным героем встречи стал центр-дев Глазго Конор Голдсон, сыгравший хорошо и в обороне, но главный забивший все два гола в этом матче. Не отметить такой супер-перформанс было нельзя. Переходим к центру поля. Здесь сыграет Джуао Канцелу, поучаствующий в очередном эксперименте Гвардиолу. Пеп попробовал португальца в игре с арсеналом в центре поля, и получилось удачно. Тем более, он уже так делал с правыми латералями в Баварии, Ламом и Кимиком. Джуао дал объем беговой работы, был в хорошем единоборствах и принял участие в создании моментов своей команды. Крутой универсал, оказывается. Ну а рядом с ним поставим Фабиана Руиза из Наполи, который стал одним из героев матча с Аталантой. Испанец, спускаясь глубже, помогал Кулебали начинать атаки, противостоять прессингу Бергамасков. Да и третий гол своей команды, именно он начал свои передачи. Переходим к атакующим игрокам, и здесь голову пришлось поломать. Думаю, вы точно завалите меня гневными комментариями. Но Лео Вингер исполнит Мэнфис Де Пай, выдавший супер-матч против Страсбурга. Голландец был великолепным в создании моментов для партнеров, и отдал уже упомянутые мной в этом матче триггровые передачи. Правого вингера сыграет Маркус Решфорд, организовавший в концовке победный штурман Кунианца во встрече с Нью-Каслом. Сначала англичанин сотворил два гола для партнеров, а потом и сам забил после супер-спринта на 95-й минуте. Что у этого парня с выносливостью? Он вообще устает? Ну реально машина. Ну и пара нападающих у нас будет на загляденье. Первый здесь бог Милана, ну так он сам себя называет, Златан Ибрагимович. Как же крут был швед в дерби с Интером. Его забеги, идеальная игра на втором этаже, заработаны на реализованной пенальти, отличный гол с паса Лиао, помогли Милану добиться итоговой победы и стать лидерами в серии А. Ну а рядом с ним сыграет, на мой скромный вкус, лучший игрок мира в сентябре Харрикейн. Он сейчас просто конвейер по созданию голов. Видели его ассисты своей половины поля на сонах? А шикарный удар из-под защитника? Итого у форварда после пяти туров в АПЛ 12 баллов по гол плюс пас. Что будет дальше, страшно представить, лишь бы травмы снова не помешали Харре. Расстановка вышла классическая 4-4-2, которая, правда, может превратиться и в бразильские 4-2-4. Так что мы будем играть с девизом пентакемпионов. Нам забьют сколько смогут, а мы сколько захотим. Просто вдумайтесь, четыре наших игрока нападения забили на этой неделе в сумме пять голов и отдали шесть ассистов. Крутой квартет получился, а? Главным тренером этой недели точно стоит признать Рино Гатузо. Итальянестер забрал игру Аталанты на атомы, показал, как можно выходить из-под мощного прессинга бергамасков с помощью умного расположения футболистов на флангах и центрального нападающего. Да и вообще его команда могла забивать легко даже не четыре, а восемь голов, учитывая количество созданных моментов. Перед тем, как перейти к игрокам, которые будут на замене, рубрика от наших партнеров MarathonBet. Топ лучших матчей наступившей неделе. Где сегодня стартует долгожданный групповой этап Лиги чемпионов. Российские клубы сыграют с самыми слабыми соперниками по группе, так что рассчитываем на набранные очки. А вот украинские команды наоборот проведут встречи с топами Реалом и Ювентусом. Кроме этого, нас ждет крутой матч Бавария-Атлетико. Ну а в выходные насладимся Эль Классико и игрой МЮ против Челси. Самые выгодные коэффициенты на эти и другие события вы как все равно найдете на сайте наших партнеров компании MarathonBet. Открываем список игроков на замену. Первым здесь будет Генрих Мхитарян, отдавший в веселом матче Рома против Веневенто два ассистта на Эдина Джеку. И вот уже Генрих возглавляет список лучших ассистентов серии А. Следующий здесь Виктор Осимхен, который на самом деле мог легко попасть и в основу. В матче с Аталантой нигерийц показал, почему он стоит таких больших денег. Был очень болезнен в нападении, а еще поучаствовал в тактических решениях тренера по выходу из обороны в атаку. Выполнив свою задачу на высочайшем уровне. Третий в нашем списке еще один игрок атаки, проведший классный матч Тимо Вернер. Немец показал все свои лучшие качества с Саутгинтоном. И скоростной дриблинг, и хитрые финты, и хладнокровное завершение. Как он обыграл вратаря во втором голе, а как обхитрил защитника в первом, просто хай-класс. Так еще и в подыгрыше себя проявил Адаф ассист на Хаверса. И если бы не суперперформансы Ибре и Кейна, Вернер точно был бы в основе. Четвертый, простите, но тут еще один игрок из Няполя, Ирвинг Лассану. Просто гениальный матч провела команда Гатузо. А мексиканец классно действовал в реализации моментов. Его два гола с разницей в 4 минуты и положили начало разгрома таланта. Ну а замыкает наш список Дани Парехо, который провел отличный матч за свой новый клуб Велериал против бывшей команды Валенсии. Испанец дирижировал игрой, отдав 106 передач, 96% из которых были точными, и забил победный гол красавец. И это в нашу команду не попали Луис Суарес, забивший 150-й гол в Ла Лиге, Сарабия с ПСЖ с 3 баллами по голу плюс пас против Нима и многие-многие другие. Выбирайте по ссылке внизу, кто из представленной пятерки достоин места в основе. А сейчас послушайте Сашу Равлеву с его рассказом о самых интересных событиях последних дней. Всем привет! Начнем с третьего места. Здесь плохие результаты сборной России по футболу. В среду наша команда в четвертом туре Лиги Наций дома сыграла в ничью с Венгрией, а до этого набрала 1 очко в матче с Турцией и совершенно по делу проиграла в Творняке шведам. После такого неудачного цикла подопечные Черчесова серьезно ослабили свои позиции в группе Лиги Наций. Да, мы по-прежнему лидируем, но Венгрия отстает всего лишь на 1 очко, а впереди у России заключительные матчи с турками и сербами, причем оба в гостях. Напомню, чтобы выходить в элитную группу Лиги Наций, надо занимать именно первое место. Ну а разочаровал не только результат, но и слабая игра. С Турцией полностью провалили второй тайм, почти не создав моментов и совершив много брака в передачах. А с Венгрией, хоть и владели инициативой, но не смогли ее конвертировать в забитые мячи. К тому же стало очевидно, что Дзюба не выдерживает такой плотный график. Две последние встречи в Лиге Наций он отыграл без замен и нанес в них всего лишь два удара в створ. Надеемся, что все наладится, как только вернутся травмированные игроки, но за октябрьские матчи сборной России минус пять. На втором месте расторжение контракта бразильского Сантоса с Робиньо. 10 октября футболист подписал соглашение с родным клубом на пять месяцев, заявив, что будет получать символически 270 долларов в месяц, так как у Сантоса все очень плохо с финансами. Казалось, прекрасная история, но у нее вышел печальный конец. Дело в том, что осенью 2017 года суд города Милана обвинил Робиньо в групповом изнасиловании 22-летней гражданки Албании, которое, по версии следствия, произошло еще в 2013 году. И теперь игроку грозит до 9 лет тюрьмы. Сам форвард и его юристы, конечно же, все отрицают и закидывают суд апелляциями. Так вот, после трансфера Робиньо некоторые фанаты Сантоса обратили внимание на то, что еще в августе клуб сообщил о партнерстве с организацией, которые борются с насилием в отношении женщин и посчитали политику клуба лицемерием. А после этого недовольство поддержал один из спонсоров команды, стоматология Орто Прайд, и прекратила сотрудничество с Сантосом. Так что клуб испугался и в пятницу разорвал контракт с Робиньо. И знаете, кажется очень странным, что воспитанника Сантоса, вернувшегося играть практически бесплатно, вот так просто выгоняют из-за обвинений, которые даже еще не доказаны. Короче, богатым футболистам нужно быть очень аккуратными в своих связях. А то в любой момент может появиться девушка, которая обвинит вас в чем угодно, в надежде получить несколько десятков тысяч евро компенсации. Роналду, Неймара, теперь и Робиньо не дадут соврать, ну а всей этой ситуации минус 10. А на первом месте травма Ван Дейка. В матче с Эвертоном Вёрджилл был заменен уже на 11-й минуте после жесткого подката от вратаря Ириса к Пикфорда. Сразу стало понятно, что повреждение серьезное, забеспокоился и Юрдин Клоп. Раньше Ван Дейк играл через боль, но тут не смог продолжить игру, это нехорошо. В итоге худшие опасения подтвердились, разрыв крестообразных связок колена. Скорее всего Ван Дейк не сыграет до конца сезона, и это огромная потеря для мерсисайдцев, ведь Вёрджилл был одной из главных причин успеха красных последних лет. Напомню, это лучший игрок всей АПЛ в позапрошлом сезоне. Да, есть те же Гомес и Матип, но им в пару нужен партнер, который будет руководить действиями обороны. Видимо, Клопу придется в срочном порядке окончательно переучивать Фабинио в центрбэка или покупать зимой качественного игрока на эту позицию. А 29-летний Ван Дейк может не успеть набрать форму к Евро. В общем, не повезло как самому Ван Дейку, так и Ливерпулю и сборной Нидерландов. Футболисту здоровья и скорейшего выздоровления, ну а всей ситуации минус 20. Теперь о хорошем. На этой неделе в Калтане, родном городе Александра Головина, завершился ремонт стадиона «Энергетик», на котором он занимался еще в детстве. Посмотрите на фото до и после. Работы, вроде как, провели за счет денег, которые в Калтане получили от трансфера Саши в Монако. Будем надеяться, что теперь на родине Головина появится еще больше крутых футболистов. Но на третьем месте сенсационная победа сборной Украины над Испанией в Лиге нации. Перед матчем Шевченко не мог рассчитывать на десятерых игроков-шахтеров в команде «Карантин» из-за ковида. Травмированных Зинченко, Буяльского, Супрягу и дисквалифицированного Малиновского. Так что, например, в центре защиты вышли 21-летний Миколенко и 18-летний Забарный, который до октябрьских матчей вообще не играл за взрослую сборную. Казалось, будет разгром. И подопечные Шевченко нанесли всего лишь два удара, почти не владея мячом. Но результат всех удивил. 1-0. Желто-синий полурезервным составом обыграли испанцев с Рамосом, Дехеа, Ригелоном, Родри, Фате, Дамо Троуре и другими звездами. Кто-то может сказать, что это чудо, но Шевченко так не считает. Это что-то не чудо. Я считаю, что это именно работа, которая была выполнена. Даже нельзя назвать «боролись», мы дрались. Спасибо. Перед матчем Андрей был очень серьезен и даже осадил одного из игроков за улыбки на тренировке. Понятно? Не надо смысл. Не надо смысл. Мне не до смысл. Никому смысл, если это завтра не будет. Понятно? В общем, Шева просто гений. Потеряв кучу игроков и разгромно проиграв в товарнике Франции, он оперативно приспособился к ситуации. Перестроил игру, провел в Лиге Наций неплохой матч с Германией, а после одержал первую в истории Украины победу над Испанией. И теперь желто-синий в одном очке от первого места в сильной группе Лиги Наций. Просто браво. Шевченко и его парням плюс 10. На втором месте красивая история от руководства Лидс Юнайтед. Защитник клуба Гаентано Берарди перешел в команду в 2014. Все это время он играл в основе и влюбил в себя местных болельщиков. Но при Бьельсе стал получать меньше игрового времени и в конце прошлого сезона решил уйти свободным агентом. Правда, из-за пандемии и отложенного окончания сезона швейцарец продлил контракт с клубом на месяц, чтобы помочь ему выйти в АПЛ. В итоге в 44-м туре чемпионшипа Лидс обеспечил себе повышение, а в 45-м случилось несчастье. Гаентано порвал крестообразную связку правого колена. Но Лидс не оставил игрока, хотя юридически имел право это сделать. Еще один матч и Гаентано стал бы свободным агентом. Вместо этого футболист начал восстанавливаться под присмотром клубных врачей, а в пятницу было объявлено о продлении контракта с ним еще на один год, чтобы игрок окончательно пришел в себя и набрал форму. Берарди поблагодарил клуб за такой крутой жест, а руководство Лидса тем самым показало пример остальным командам, как можно проявить уважение к игроку, который отдал тебе лучшие годы карьеры. Гаентано здоровья, а Лидс Юнайтед плюс 20. И на первом месте выход молодежной сборной России на Евро-2021. На неделе парни на выезде одержали разгромную победу над Латвией 4-1 и заняли первое итоговое место в отборочной группе. В 10 матчах наша сборная проиграла лишь однажды, а пропустила всего 4 мяча. Вообще российская молодежка вышла на Евро лишь в четвертый раз в своей истории. Особенно радует, что у нас подрастает действительно сильное поколение. Смотрите сами. Два классных вратаря — Сафонов и Максименко. В обороне основные защитники Динамо и ЦСКА, Евгеньев и Дивеев, плюс Круговой, которому доверяет в Зените Симак. В средней линии также основные полузащитники своих клубов — Умяров, Кучаев, Обляков, Дани Уткин. Ну а в нападении Федор Чалов — один из главных талантов поколения и лучший бомбардир сборной в отборочном цикле. Очень важно для прогресса ребят выходить на большие турниры, потому что именно там нередко раскрываются будущие звезды и на них обращают внимание топ-клубы. Иска, Мата, Хунталар, Джалардино — все эти парни признавались лучшими игроками молодежного Евро. Надеемся, что и наши парни проявят себя на ближайшем континентальном турнире, который, кстати, стартует уже в конце марта, обязательно будем следить. А пока молодежной сборной России и ее тренерскому штабу плюс 50. У нашего футбола, кажется, есть будущее. Ну что, выбираем худших. Кепу не берем, он уже завсегдатый нашего состава. В этот раз он из ума, но двоих вообще разыграли какой-то спектакль. Но мы к этому привыкли. А вот Сальваторе Сиригу и Старину своей грубейшей ошибкой принес поражение команде в матче с Калерик. И вообще пропустил три гола. Для туринцев это поражение стало четвертым подряд. Очень плохи дела. Среди защитников отметились многие. Вся линия защиты Аталанты во главе с Ромеро, Александр Каларов, который пролегал забег 39-летнему Иврагиничу, да еще и привез пенальти. Ну и Девинсон Санчес, из-под которого сначала забил после подачи Больбуэна, а потом и сам Калубийца оформил гол в свои ворота. Кто из этой троицы худший, выбирайте вам по ссылке внизу. Из полузащитников со знаком минус выделим игру Де Йонга из Барса. Голландец, вместо того, чтобы становиться лидером средней линии каталонцев, привозит пенальти, а пользы в атаке приносит меньше, чем тот же Юнец Педри. Как итог, Фрэнки даже не получил оценку за целый матч от Марки. Ну и в нападении на этой неделе был супер-лузер, Александр Митрович из Фулхэма. Человек не забил 11-метровый, не реализовал два супермомента и сам привез глупый пенальти в конце матча, из-за чего команда упустила победу. Вот бы он так и со сборной России в Лиге нации отыграл. Ну а выбирать худшего, как всегда, вам. Лучшим футболистом последней команды недели вы выбрали Джека Грилиша из Астон-Виллы за его активное участие в разгроме Ливерпуля. Эти лихие 7-2 точно долго не забудут. А вот наши кандидаты на звание лучшего игрока прошедшей недели. Златан Ибрагимович, вратарь Георгий Бущан, Маркус Решфорд, Харри Кейн и Тима Вернер. Выбирайте, ссылка на голосование в закрепленном комментарии. С вами, как всегда, были Васан Балан и Саша Уравлев. Поздравляем с началом Лиги Чемпионов и не забываем про конкурс. С вас, как всегда, лайк и подписка. До встречи через неделю. Пока!